В горячую лень обратились жители двух частных домов на улице Российской в Краснодаре. Рассказали, что соседка напротив захватила общую дорогу, выкопала септик и перекрыла выезды и выходы с участков. Сейчас попробуем разобраться, как такое возможно и что делать в подобной ситуации. Эта калитка ведет на улицу красивую, но открыть ее Ирина Тарасенко не может уже 16 лет. Мешает капитальный забор соседки, который загораживает муниципальную дорогу. У меня есть документ 2003 года, было предписание все это убрать. Дорогу общего пользования, по словам соседей, захватила Татьяна Писаренко. Выйти из дома и поговорить с горячей линией женщина не захотела, выкрикивала претензии из окна. Да какое право вы имеете снимать? А ты какое право имеете? Дорогу мы за ней. Мы как вон на российские они живут. Здесь была улица Красивая. Была проезжая часть полностью. То есть вот так можно было проехать прямо? Да, да, да. Улица Красивая идет параллельно российской. Старожилы района получили здесь земельные участки еще в 80-х годах прошлого века. У нас старые участки. Дом это 1928 года построен. Дом это старая улица. У нас все были по 15 соток здесь. Тут было поле. Участок Ирины Тарасенко когда-то имел выходы на две улицы. Битва за право пользования калиткой началась при ее покойном свекре, вспоминает женщина. Это дом моего свекра. Свекра умер 90 лет. Он участник войны. Они все время бились, дрались за эту калитку, чтобы можно было выйти. Причина соседской войны на улице Красивой не очень красивая. В 2003 году хозяйка дома напротив Татьяна Писаренко выкопала септик и поставила забор на дороге общего пользования. Объяснила просто. Дом занимает весь участок. В выгребной яме там места нет. У них нет вариантов где-то септик делать. Но мы же все нашли, где взять септик, правильно? Почему с их двух домов мне под калитку открывается их, ну, скажем так, коммуникации все, правильно? Яма же с двух домов стекается мне все под забор. Как это? У них вот прям посередине вот тут септик. Вот цветность-ка ореха, за ней вот там септик у них. Канализации тут центральной нет. У вас тоже септик? Ну да. Но он у вас на вашем участке? Ну он во дворе, да. Забор раздора мешает Петрушу Лекину строить дом. Я хотел детям построить здесь дом. Есть разрешение, есть проект, есть все. 22-го года уже заканчивается, 10 лет уже заканчивается этому проекту. Я не могу ни подъехать сюда, ни встроиться, ничего. Труба шла вот так, от землей. Я за свой счет поднял эту арку, чтобы был заезд у меня. На этом сложности не закончились, жалуется Петр. Чтобы сохранить выход на улицу красивую и пользоваться калиткой, ему пришлось отодвинуть свой забор вглубь участка. Вот здесь, вот здесь. Это вот столько вы отступили, да, чтобы... Вот здесь должен быть забор? Да. А вот Ирина пользоваться собственной калиткой не сможет, даже если отодвинуть забор. Вот калитка, которая должна ей выйти просто на дорогу. Подделить землю? Никак. Если бы у меня не было российской, мы просто в коробке оказались. Это публичная кадастровая карта Краснодара. Вот улица красивая. Это домовладение Петра Шулекина. А это Ирина Тарасенко. А вот 34-й дом. Красным цветом обозначен забор, которым Татьяна Писаренко перегородила целую улицу. Здесь была улица красивая. Была проезжая часть полностью. То есть вот так можно было проехать прямо? Да, да, да. Вот. И вот за поворотом улица Эстонская. Вот забор загородили. И уже сколько лет бьёмся. Как только на общей дороге вырос забор, Ирина Тарасенко пошла в администрацию округа. Было предписание всё это убрать. 2003 года. Администрации? Да, Калининская. Калининская администрация. У меня есть документы. После предписания забор исчез. Ровно на один день. А затем появился снова. Пока комиссия была, убрала. На следующий день опять всё поставили. Опять пошли они, сами разбирайтесь. Самозахват улицы идёт. И с 2012 года эти вопросы ничего не рушают. Ни администрация, ни прокуратура, никто. Это муниципальная земля? Да, муниципальная. И вот этот забор стоит на муниципальной земле? Да. Этот забор стоит на муниципальной земле. Всё, вон все бумажки есть, которые все. Что не закон, а самозахват. И всё. Это не просто земля, что вот кусочек прихватил себе. Это дорога. Общественная дорога. Чтобы заставить Татьяну Писаренко убрать самовольные постройки, администрация города обратилась в суд. Приставы, три с половиной года протянули резину. Никто ничего не исполнило. Решение суда. Судья вынесла другое решение. Два раза она выносила решение в пользу администрации города. А последние все в пользу хозяйки. Решение суда сделали, что последнее, что у нее септик, и всё. Она не может скважину пробурить, и это септик у своего дворя сделает. Потому что у нее дом стоит на весь участок, на два хозяина он стоит. И этим первой администрация, суд, краевозник, решение сделали, что 48 месяцев должны администрации сделать и канализацию. Когда надо будет разгородить. Все 16 лет стороны не могут прийти к компромиссу. Соседи винят в этом Татьяну Писаренко. Никому о ней не открывают, никого не слушают. И милиция прижала, и администрация уже, куда мне только не жалость. С 2003 года есть постановление разгородить. Какой год? 16 лет. Это вообще нормально? Вы сами вправе обратиться в суд с исковыми заявлениями. Это не моя земля, это ваша земля. Горячая линия идет к соседям Ирины и Петра. На стук никто не выходит. Чтобы увидеть, как выглядит общая муниципальная дорога за высоким забором из профнастила, мы поднимаемся по лестнице. Участок больше похож на двор частного дома. Нас замечает хозяйка. Что такое? А мне нужны ваши комментарии. Можно вас на минутку? Вот и все. Вот это все, что вы видели. Вы же ее не увидите. Она не выйдет. Не выйдет? Нет, конечно. Почему? Потому. Только милиция приезжала, никому она не открывает. Их же и вновь кому. Я сейчас полицию вырезаю. Давайте, вызывайте. Идите сюда, мы хотим с вами пообщаться. Мы же хотим полицию. Проти двор фотографировать. Вон только за улицей. А какое право вы имеете дорогу перекрывать? А какой это ваш двор? Это все личное. Чего вы взяли, что это ваш двор? Вызываю полицию. Вызывайте. Вызывайте, вызывайте. Мы ждем. И администрацию тоже. Мы их уже вызвали. Можете администрацию не вызывать. По личной просьбе Шулейкина, Тарасенко, какое право вы имеете снимать? А вы какое право имеете дорогу мы за ним? Вон на российстве они живут. На улицу Красивую мы пригласили представителей местной власти. К нам приехал главный специалист администрации Калининского сельского округа Дмитрий Пономарев. В ходе осуществления муниципального земельного контроля администрации выявлен был факт занятия земельного участка путем возведения металлического забора. Данные исковые требования, они были удовлетворены и переданы в отдел службы судебных приставов к исполнению. Прикуманским районным судом удовлетворено заявление физического лица об отсрочке исполнения вынесенного ранее решения суда. И тем самым данным судебным актом Прикуманский районный суд отсрочил вынесенное ранее решение суда об освобождении земельного участка до выполнения работ по строительству сети централизованного водоотведения жилого дома 34 по улице Эстонской. Это решение суда. А нам что с ним делать? Мне нужна дорога. Уже в принципе все сделано, сейчас только ожидается выполнение и исполнение решения суда. Мы можем только выйти в суд и обязать суд. Я хочу построить детям дом уже 2 года. Ну это невозможно. Есть возможность, вы можете получить разрешение на строительство, уведомление уже. Да кто есть? Уже заканчивается вот 10 лет. Послушайте. А я могу просто выйти на улицу. Есть решение суда. Есть решение суда. Физическое лицо обратилось заявление. А как вообще такое возможно было, что у вас на вашей дороге, вон что творится, это же ваши. Если, допустим, вы сюда пригоните бульдозер, чем это грозит администрация? Вы свою землю освобождаете? Чем это? Ну пусть имущество будет. Незаконное освобождение земельного участка. А вот это законно. Скорее всего так это будет. Я вам честно не могу вам точно сказать, когда будет реализовано. У нас информации этой нет. В администрации Калининского оборудования. Если ваши права как-то ущемляются другим гражданинам, послушайте, если ваши права ущемляются действиями другого гражданина, вы сами вправе обратиться в суд с исковыми заявлениями. Это не моя земля, это ваша земля. Ваши права, ваши права ущемляются. Мы уже везде были, над нами все смеются. Как такое может быть? Ну как может быть? В центре города закрыли улицу, поставили коммуникации, построили душ, вырастили деревья. А вы как такие? Вот все хорошо, вот они там все замечательные. Мы каждый себе по дворам разъехались, а мне выйти нет возможности. У меня ущемляют мои права, мне просто вот калитка забита. 16 лет, точнее один год, не два, никто никогда коммуникацию туда не приведет. И что делать нам? Горячая линия направила официальный запрос главе Краснодара Евгению Первышеву. Нас интересует, проложат ли на улице Красивой центральную канализацию и когда начнутся работы. Строительство вышеуказанного объекта ведется в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Завершение строительно-монтажных работ планируется в четвертом квартале 2019 года. После ввода в эксплуатацию данного объекта он будет передан в эксплуатацию и техническое обслуживание в специализированную сетевую организацию. После чего жителям улицы Красивой в городе Краснодаре необходимо обратиться в сетевую организацию для получения технических условий и подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения. Также горячая линия отправила официальное заявление в Горгаз, чтобы специалисты вышли на место и оценили степень опасности ситуации. Дело в том, что забор госпожи Писаренко приварен к газовой трубе, а по нормам охранная зона газопровода высокого давления составляет от полутора до трех метров. Что делать, если соседи незаконно захватили часть дороги общего пользования, рассказал эксперт горячей линии Евгений Моисеев. Самым первым, самым простым, наверное, способом для решения этой проблемы будет обращение в администрацию, в структурные подразделения местной администрации, которые курируют вопросы архитектуры и градостроительства. После проведения соответствующей проверки администрация должна будет выдать предписание собственнику этого объекта на устранение допущенных нарушений норм действующего законодательства. Также следует обратиться в Департамент дорожного хозяйства города, в ГИБДД и МЧС. В связи с тем, что перекрытая дорога препятствует проезду спецтранспорта, пожарные, скорые, полиция, газовые службы, соответственно, создаёт угрозу жизни, здоровью граждан. По поводу септика следует проинформировать сотрудников Роспотребнадзора. Который также в рамках проведённой проверки выдаст соответствующее предписание собственнику этого имущества на устранение всех этих нарушений. На бездействие чиновников можно пожаловаться в прокуратуру, а конечной инстанцией будет суд. Наиболее действенный способ – это обращение в суд, куда может обратиться любой гражданин, считающий, что его права или охраняемые законом интереса нарушены данным сооружением, с иском о сносе такой самовольной постройки. Проблема. Незаконно перекрыта дорога общего пользования. Решение. Обратиться в администрацию муниципалитета, обратиться в ГИБДД, обратиться в МЧС, обратиться в Роспотребнадзор, обратиться в прокуратуру, обратиться в суд. Как следует из ответа чиновников к Новому году на улице Красивой должна появиться канализация. А значит решение суда о сносе самовольных построек с общей дороги будет выполнено. В одном из итоговых выпусков «Горячей линии» мы расскажем, чем закончится эта история. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру в справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия».